Депутат Мажелиса Сулейменова просит Кабмин поднять зарплаты уборщицам, дворникам, сантехникам, плотникам и электрикам. Почему же в Казахстане низкие зарплаты и к чему это приводит? Ответы на эти вопросы искали наши столичные корреспонденты. Зарплаты казахстанцев одни из самых низких в мире. Казахстан стал единственной страной в ЕАЭС, где инфляция оказалась больше, чем рост зарплат. Январские события выявили и обнажили проблемы, копившиеся не один год. Разрыв между декларируемой стат данными и фактическим положением дел достиг критического уровня. Реальное плачевное положение большей части населения стало причиной случившейся трагедии. Ранее группа депутатов призвала наконец вплотную заняться местной статистикой. Правительство ориентируется на красивые цифры, принимает ошибочные решения, а в конечном итоге уровень жизни общества падает. Ноги растут из неверно высчитанного прожиточного минимума, который влияет на минимальную зарплату, а дальше и на все остальное. Ежегодно правительствам предусматривается повышение коэффициентов, применяемых квалификационным категориям в заработной плате гражданских служащих. А заработная плата растет незначительно. Печально то, что обычные трудовые люди в бюджетных учреждениях, такие как уборщицы, дворники, сантехники, плотники, электрики, не находятся в реестре гражданских служащих. А со стороны правительства повышается оклад гражданского служащего. Помните, Тукаев назвал бедность населения главной причиной январских беспорядков в Казахстане? Президент тогда констатировал бедность половины населения страны, а это уже 10 миллионов человек. Международный ориентир по определению уровня бедности в три раза выше значения, которые используются в местной статистике. У нас бедность считают по цене продовольственной корзиной, как будто у человека нет других трат, удивляются социологи. Низкие зарплаты приводят к появлению такой категории людей, как работающие бедные. В Казахстане наименее обеспеченные 40% населения тратят около 59% своего бюджета на продукты питания. Есть еще самозанятые, которые перебиваются случайными заработками. Как известно, раньше рабы работали только за еду. Баоржан Шайхмет Ахмедяр Ильясов, столичное бюро, ТДК-42. Водителей двух пассажирских автобусов наказали за проведение гонок в Уральске. Один из них был уволен. Об этом сообщили специалисты областного автобусного парка. Напомним, инцидент произошел 10 дней назад, а видео опасной езды появилось в соцсетях, которым заинтересовались полицейские и начали расследование. Подробности в сюжете. Эта запись была сделана несколько дней назад. Водители двух общественных транспортов устроили гонки на дороге по улице Жангерхана. Как говорят пассажиры, для Уральска это привычная картина, ведь такое случается нередко. Зачастую складывается впечатление, что водитель автобуса взбывает о наличии пассажиров в салоне и об ответственности за безопасность людей. После данной истории городской Акимат дал поручение перевозчикам провести разъяснительную работу с водителями автобусов. Общий обновленный автобусный парк областного центра составляет 50%. По словам сотрудников городского Акимата, если в прошлом году было закуплено 115 новых автобусов, то в текущем году планируется приобрести еще более 40 новых единиц общественного транспорта. Таким образом, можно ожидать полного обновления автобусных парков города в течение ближайших двух лет. На сегодняшний день на автобусный парк Западной Казахстанской области обслуживает около 50 тысяч человек ежедневно. Ежесуточно на линию выходит 25-30 автобусов. По мнению экспертов, водителей автобусов в городе не хватает. Несмотря на полную модернизацию общественного транспорта под номером 22, некоторые из них остаются без водителей. Это связано с ужесточением требований к найму. Из-за этого в автобусных парках имеются вакансии. Городская Акимат помогает нам, но субсидии мы получаем не полную, не 100%, как даем документы на полученные субсидии. От этой суммы нам оплачивает городский бюджет где-то 60-70%. На прошлой неделе на территории региона с целью улучшения транспортной дисциплины среди водителей, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов на автомобильных дорогах, а также совершенствование контроля, было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». В результате этого на нарушителей было составлено 145 административных протоколов. Из них нелегальных перевозчиков было составлено 22 материала. Совместно с заместителем начальника департамента полиции полковником Жаншиным была проведена отработка на посту, старый пост Кушум. Отрабатывали таксистов, перевозчиков, которые проезжают с дальних районов. Напомним, несколько лет назад гоночное проявление среди водителей транспорта общего пользования закончилось трагическим исходом. Дана Керимбаева и Булат Жигапар Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. Пять человек получили травмы в результате падения шкафа в детском саду Уральска. Четверо из них – дети. В областной многопрофильной больнице сообщили, что инцидент произошел 1 февраля. Пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения. В каком сейчас они состоянии, выясняли наши корреспонденты. В частном детском саду Уральска Саби четыре девочки и воспитательница получили ранения из-за падения на них шкафа. Пострадавшие были доставлены в областную больницу. По словам врачей, девочки 2018 года рождения получили ушибы мягких тканей грудопоясничной области, правой кисти и предплечья. Воспитательница детского сада 1976 года рождения получила ушиб мягких тканей нижних конечностей. После медосмотра пациентам было рекомендовано амбулаторное лечение. Были доставлены четыре пациента с детского сада. Пациенты на месте осмотрены дежурным травматологом, нейрохирургами, произведены рентгенографией, осмотрены. И после осмотров и результатов анализов рентгенографии с рекомендациями отпущены домой, так как пациенты в общее состояние всех пациентов ближе к удовлетворительному. Согласно информации, распространенной в социальных сетях, дошкольно-образовательное учреждение проводило подгодовительные мероприятия перед комиссией. По предварительным данным, шкаф высотой 2 метра не был закреплен к стене. К детям, игравшимся рядом, вовремя пришла на помощь воспитательница, но оказалась под мебелью вместе с детьми. В администрации учреждения отмечают, что только один из пострадавших детей вновь посещает ясли сад. Состояние у них хорошее, стабильное. Трое из них пока дома, как врачи сказали, а один ребенок посещает сад. Воспитатель также пока до понедельника дома. Состояние удовлетворительное. Со всем их связь поддерживаем. Посещали, обзванивали, состояние узнавали. Отметим, что по случившемуся инциденту воспитательница детского сада был вынесен строгий выговор. Остальные подробности выясняются. Объективного и всестороннего расследования требуют родные погибших от ножевых ранений студентов в Ак-Тубе. Их матери уверены, что причиной трагедии стали не подростковые разборки, а вымогательство денег со стороны нападавших. В отношении предполагаемых убийц заведено уголовное дело. За непростой историей следит Лейла Уесова. Убитые горем матери не могут поверить, что их сыновей больше нет рядом. Утверждают, что их дети стали жертвами вымогателей. Недавно женщины опубликовали видеообращение к генеральному прокурору и министру МВД Казахстана. Молодежная разборка произошла в пригородном селе Казалжар. 17-летних ребят несколько раз ударили ножом. В больницу пострадавших отвезли друзья. Двоих спасти не удалось. Полицейские задержали подозреваемых. Их шестеро. Уголовное дело расследуют по двум статьям. Убийство и хулиганство. По факту убийства расследуется уголовное дело по статье 99 УК РК Казахстан. Подозреваемые лица установлены и водворены в следственный изолятор. Также назначены ряд экспертиз. Иная информация в рамках расследования уголовного дела разглашению не подлежит. Напомним, что резонансное дело находится на контроле прокурора области. Подвергались ли погибшие студенты вымогательству со стороны нападавших выяснит следствие. Во избежание подобных происшествий во всех учебных заведениях проводятся профилактические беседы с подростками. Лайла Осва, Жумар Тодайбергенов, телеканал ТТК 42, Ак-Туби. Два ученика старших классов занимались закладкой наркотиков в Уральске. Об этом сообщили в департаменте полиции. По факту заведено уголовное дело, которое направлено в суд. По словам правоохранителей, в случае, если их вина будет доказана, родители школьников также будут привлечены к ответственности. По словам судей, специализированного межрайонного суда по уголовным делам Запад-Казахстанской области, Асламбека до Сингалиева, двое старшеклассников занимались распространением наркотиков через телеграм-канал. По версии следствия, они занимались незаконной деятельностью не одни. Закладки делали в разных районах города. О том, что двое школьников занимаются закладками полиции, стало известно в декабре прошлого года. Им предъявлено обвинение по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан и пунктом 1, 3, 5 данной статьи. Распространение наркотиков является особо тяжким преступлением, поэтому уголовная ответственность за наркопреступления в Казахстане начинается с 16 лет, а за сбыт наркотиков – с 14 лет. Минимальный срок за сбыт грозит от 10 лет лишения свободы. Согласно статистике, в основном закладчиками становятся молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет. Школьники, студенты и безработные. Наказание за бесконтактный сбыт наркотиков, куда относится и закладка, от 10 до 20 лет лишения свободы. Эпидемиологическая ситуация по коре в Западно-Казахстанской области продолжает оставаться напряженной. Меры по противодействию распространению кори на Координационном совете при областном Акимате обсудили руководители частных медицинских организаций и детских садов. Заместитель Акимобласти Бакджан Армьетов сообщил об эпидемиологической ситуации по коре в регионе. В настоящее время 75 человек находятся в стационаре с лабораторно подтверждённым диагнозом корь. 50 из них – дети, 17 из которых в возрасте до 1 года. 25 – взрослых граждан и одна беременная женщина. У двух пациентов, получающих лечение, состояние тяжёлое. Почему медицинские центры с этим не справляются? Как уже отметили мои коллеги, мы такую ситуацию видим и в среде дошкольных организаций, в детских садах. Почему-то государственные детские сады очень ответственно к этому вопросу относятся, не считая нескольких. А частные детские сады показывают низкий результат. Мы живём в одном государстве, дорогие коллеги. Мы не делимся на государственные или частные. Дети – они общие. Единственный способ защититься от кори – сделать прививку. Тем не менее, в области показателя вакцинации против кори среди населения составляет 71%. Таким образом, 5000 детей дошкольного возраста не привиты от кори. Среди детей, посещающих частные детские сады, наблюдаются многочисленные случаи заражения корью. Всего в области 352 детских сада. Количество привитых детей в этих учреждениях составляет 78,1%. То есть, 21,9% малышей не охвачены вакцинацией. Частные детские сады при этом показывают иммунизацию даже ниже 70%. Есть родители, которые сознательно отказываются от прививок. Бахаджан Нарметов отметил, что ответственность за здоровье детей несут взрослые. Он высказал критику в адрес частных детских садов, которые не проводят иммунизацию на должном уровне. Среди заразившихся также встречаются школьники. В январе 53% заболевших было зарегистрировано среди детей в возрасте до года. Благодаря вакцинации заболеваемость в детских садах снизилась по сравнению с декабрём. Сейчас распространение болезни отмечается среди школьников. В результате систематической разъяснительной работы удалось снизить количество отказников от прививок против кори. На момент начала иммунизации 925 родителей не хотели прививать своих малышей. После разъяснительной работы более половины из них согласились на проведение вакцинации. Дана Киримбаева, Айбула Джигапара, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. Департамент полиции Западно-Казахстанской области ищет новых сотрудников. Так, в одном из учебных заведений между полицией и ректором университета был заключён меморандум. По словам сотрудников правоохранительных органов, у них имеется 10% дефицит кадров. По словам начальника департамента полиции Западно-Казахстанской области Армана Урозалиева, в регионе имеется нехватка кадров – полицейских. Если раньше в силовые структуры преимущественно требовали специалисты с юридическим образованием, то сегодня двери открыты для студентов с разными специальностями, в том числе и для педагогов. Ведь в департаменте полиции приходится работать с детьми и подростками. А для борьбы с интернет-мошенниками приветствуются студенты с IT-образованием. Среди преимуществ работы в рядах стражей порядка названы такие, как высокая востребованность профессии, гарантированное социальное обеспечение, доплаты и многое другое. Одна из них – это, например, выплаты. Если у сотрудника нет собственного жилья, то, соответственно, на каждого сотрудника и его членов семьи выплачивается порядка 40 тысяч тенге. Во-первых, мы хотим и готовы вырастить хороших специалистов. Во-вторых, у нас есть, да, свободные места. Это порядка 10%, 8-10% от всех наших штатного расписания. В ходе встречи между полицией и ректором университета был заключен двусторонний меморандум. В будущем я хочу связать свою деятельность с полицией. Надеюсь, что у меня все получится. Сегодняшнее мероприятие было очень полезным, так как нам разъяснили все правила о трудоустройстве. К слову, в Западной Казахстанской области не хватает порядка 10% сотрудников от необходимого штата. В частности, это следователи, оперуполномоченные и криминалисты. Дана Керимбаева и Булат Жигапара, Александр Грабарев, телеканал ТТК-42. Костя на удачу. У актюбинского ремесленника Ербулата Куанышева необычное для нашего времени увлечение. Он коллекционирует большие осыки. Это не барани, косточки, а крупнорогатого скота. А еще он намастерит из коровьих рогов необычные сувениры. В мастерской народного умельца побывала Лейла Уесова. Осыки – это косточки коленного сустава, овцы, козы или коровы. В коллекции актюбинского ремесленника их больше трех тысяч. В основном Ербулат Куанышев собирает большие осыки. Увлекается этим уже 12 лет и мечтает попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Это мое хобби. У нас на Западе крупные осыки редко встретишь. Когда я собрал первые 50 осыков, то решил их почистить. Три часа варил косточки в соленой воде, затем просушил, отполировал и покрасил хной. Хочу соорудить из них скульптуру бычка. Из бараньих осыков это легче сделать, каркас будет гибче. А вот из крупных косточек уже сложнее. Основа этой композиции – коровий рог. Из него смастерили декоративный лук для украшения интерьера. А еще рог можно использовать как бокал для кумыса или шубата. Если он будет висеть горлышком кверху, тогда благодать из рога изобилия никогда не иссякнет. Здесь каждая работа по-своему уникальна, ведь в нее мастер вложил частичку своей души. Это колшок пар – ручная палица, сделанная из кости крупного рогатого скота. Ее тоже вывариваем в казане, шлифуем и покрываем лаком. В древние времена наши предки использовали их как ударное оружие. Сейчас это больше музейный экспонат. Еще из косточек собираем родословное древо. У казахов называется щежире. Их заказывают в качестве подарка близким. По стопам отца пошли и сыновья Ербулата. В свободное от учебы время юные умельцы помогают ему в мастерской. И вместе создают настоящее произведение искусства из природных материалов. Лайла Осева, Жумар Кадайбергенов, телеканал ТДК-42, Октубе. Это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин